Соглашение по Brexit необходимо ратифицировать до 1 января. Об этом накануне в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Просьбы законодателей от британской консервативной партии продлить на 2021 год переговоры с Брюсселем отклонены. Ранее британский премьер заявлял, что стране следует готовиться к вероятному выходу из ЕС без заключения соглашения о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем. Наша позиция не изменилась. Великобритания сама будет контролировать свои законы. Торговля на условиях семейной торговой организации будет полностью удовлетворительной для Великобритании, если нам не удастся заключить сделку с Европейским Союзом до того, как закончится переходный период Brexit. Не то, чтобы мы не хотели сделки, но Британия будет процветать, даже если переговоры прекратятся». В Брюсселе и Лондон стремятся согласовать соглашения, регулирующие их дальнейшее взаимоотношение до конца года. Однако между сторонами остаются серьёзные разногласия. «Один из важных нерешённых вопросов касается прав на рыболовство странами ЕС в водах Великобритании. Сможем ли мы достичь компромисса по данному вопросу, покажет время. Возможность выхода из Евросоюза без соглашения приведёт к множеству проблем, как для Европы, так и Великобритании. Так, будут введены тарифы на импорт и экспорт. Проблема коснутся и сложности в связи с пандемией, того, как медикаменты, производимые в Великобритании, будут поступать в европейские страны, и наоборот». В свою очередь, политологи отмечают, что соглашению быть. Эксперты заявляют, что отсутствие плана действий по окончанию переходного периода Brexit будет иметь значительные негативные последствия для экономики обеих сторон. «То, что сейчас есть угроза выхода без соглашения, конечно же, это по большей части угроза. Никто не допустит, чтобы это действительно случилось, потому что во многом это будет коллапсом для отношений, потому что, по сути дела, единовременно обнулятся огромное количество соглашений, которые регламентируют весь комплекс отношений между Европейским Союзом и Великобританией». Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультации по поводу условий выхода. При селе Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года. По окончанию переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.